Айшагуль пришла получить прививку против коронавируса. Говорит, что пока ее болезнь никак не затронула. Возможно, потому что всегда носит маску в общественных местах, сократила посещение мест, где много людей. А антисептик всегда в кармане. Это первая доза вакцинации. Вакцину я пришла получить, потому что мне необходимо уехать за границу. Меры предосторожности я всегда выполняю и выполняла. Но то, что нужно выехать из страны, пришлось сделать вакцинацию. Надеюсь, все будет нормально. Население страны все больше понимает необходимость прохождения вакцинации в пунктах, где можно получить прививку десятки людей. В основном это люди старшего поколения. В основном не бывает побочных эффектов. У некоторых может быть небольшая температура в течение трех дней, недомогание, головная боль, месте укола может быть немножко припухлость. Поэтому в таких случаях надо пить парацетамол и противоаллергический препарат. Только за прошедшие сутки вакцину получили около 25 тысяч человек. Только массовая вакцинация самый дешевый и в то же время наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. На сегодня, именно сейчас, больше 676 тысяч граждан наших получили уже вакцинацию. Первой дозой вакцинировались более 523 тысячи человек, а второй дозой более 152 тысячи. Как мы видим, таких сильных побочных эффектов нет. Накануне состоялось очередное заседание республиканского штаба. Обсуждена эпидемиологическая ситуация в стране, ход проведения кампании по вакцинации, а также подготовка к новому учебному году. В первую очередь, Джилдыс Бакашева выразила беспокойность за военнослужащих в Алабыке, чье состояние ухудшилось после получения вакцины Астразенека. Я надеюсь, что мы достигнем необходимого коллективного иммунитета, и вакцинация предотвратит от тяжелых форм заболеваний, даже от смертности граждан, даже при повторном заражении коронавирусом. Сейчас у кыргызстанцев есть выбор. Получить можно вакцину китайского производства «Синофарм», российского «Спутник Ви» и шведско-британский препарат «Астразенека». Также поступила в качестве гуманитарной помощи казахская вакцина «Казвак». Все вакцины применяются в два этапа с перерывами между прививками в 21-28 дней. Эффективность «Синофарма» и «Спутник Ви» полностью доказана. Эффективность, именно высокая эффективность обе вакцины непосредственно показали именно при средней и тяжелой степени. При получении вакцины человек может заболеть, но он может перенести в легкой степени. То есть это являются вакцинами именно в чрезвычайных ситуациях. Это непосредственно защищает организм, то есть человека от средней и тяжелой степени. Еще одна категория лиц – беременные женщины. Здесь есть и противопоказания, и наоборот рекомендации к прививанию. Между тем, Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует проводить вакцинацию беременных и женщин в период лактации. Надеемся, к осени Кыргызстан также будет вакцинирован хотя бы, если не 50%, но хотя бы 40%, что в дальнейшем мы можем также в Кыргызстане, надеясь на массовый коллективный иммунитет, открыть все школы и учебные заведения. Надеемся на сознательность наших граждан. Между тем, как говорят специалисты, вакцинацию против коронавируса могут пройти те, кому пересадили органы. Однако все же необходимо проходить обследование и консультироваться с врачом. Согласно статистике, на сегодня в Кыргызстане проживает 564 человека с пересаженными органами. Трансплантированный орган в организме воспринимается как чужеродный орган, точно так же, как и любой другой агент инфекционный, допустим, как коронавирус. Как коронавирус или как любой другой инфекции, наш организм будет вырабатывать иммунитет или антитела точно так же к чужеродному органу, так же будет вырабатывать антитела, и организм очень сам по себе будет стараться отторгать этот орган. Все те, кто прошел вакцинацию, вносят в единую базу регистрации. Здесь есть вся информационная карта, как по республике, так и в разрезе регионов, о заразившихся, выздоровевших, летальные исходы, где и сколько имеется вакцины, сколько человек получили первую и вторую дозы. Все эти информационные компоненты были запущены в рамках национальной инициативы «Кыргызстан. Зелёная зона». Инициатива национальная «Кыргызстан. Зелёная зона» – это мероприятие в рамках борьбы с коронавирусом на территории Кыргызской республики. Данная инициатива направлена на то, чтобы стимулировать мотивацию граждан к прохождению вакцинации, к повышению их информированности о вакцинации, что это такое, почему она необходима. За минувшие сутки ковидом заболел 681 человек. Лидирует по-прежнему Бишкек и Чуйская область. Более полутора тысяч человек выписаны домой с отрицательным ПЦР. Но есть и летальные исходы – 9 человек по республике. Вакцинация населения продолжается. Минздрав надеется к осени выработать коллективный иммунитет, привив около 70% населения. Кроме того, у людей появится возможность беспрепятственно получать услуги, путешествовать, быть защищённым от ковида. И всё это благодаря вакцинации. Надежда Усова, Бегджан Туктусунов, Аллато 24. Итоги недели.